Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию еще одна интересная тема для наблюдателя. 10 чисел близнецовых пламен, которые вы заметите. Читает Лора. 10 числовые последовательности близнецовых пламен. С помощью нумерологии мы можем проанализировать значения определенных комбинаций из цифр и повторяющихся чисел и применить наши открытия в своей реальной жизни, особенно когда это касается отношений близнецовых пламен. Как правило эти числа проявляются в форме синхронистичностей одинаковых или зеркальных последовательностей чисел. Раздел числовые последовательности близнецовых пламен. Существует бесконечное число последовательностей цифр, это природа чисел. Но есть небольшое подмножество особенных числовых последовательностей, которые имеют определенный смысл непосредственно для отношений близнецовых пламен. Сейчас мы рассмотрим наиболее значимые из них. 1, 1, 1 или 111. 2, 2, 2, 2 означает начало пути в отношениях близнецовых пламен мы видим их, когда мы должны начать что-то новое или когда мы встречаем наше близнецовое пламя или нуждаемся в толчке в верном направлении. 2, 2, 2 или 222. 3, 3, 2 означает баланс и гармонию. Для близнецовых пламен 2, 2, 2 может быть выражением безусловной любви, которую мы испытываем друг к другу и гармонии наших энергий. 3, 3, 3. Число вознесенных мастеров, троицы и высших миров. Помните, что физический мир не является основным местом для наших духовных отношений близнецовых пламен и все, что имеет отношение к этому. 4, 4, 4. Означает прогресс. Этот знак часто проявляется, когда мы чувствуем, как будто мы застряли на одном месте в отношениях с близнецом. И напоминает нам, что прогресс души иногда может казаться нам заунывно-медленным. 5, 5, 5. Это означает, что грядет что-то хорошее. Поддержание счастливых и позитивных отношений с нашим близнецовым пламенем принесет удачу нашему пути. И мы будем вознаграждены. 6, 6, 6. Обратите внимание на негативные переживания и эмоции, которые у нас есть. Это реликвии прошлых ран. И их нужно решать. Прощение и прогрессивное мышление жизненно важны. 7, 7, 7. Число духовных гидов. Это напоминает нам, что наши отношения и духовный путь, которые мы разделяем с близнецовым пламенем, это не тропа, которой мы следуем в одиночку. Есть большие силы, чем мы, которые также работают в самом ее корне для нас. Мы должны прислушиваться к нашим духовным наставникам и обретать мудрость, которую они нам предлагают. 8, 8, 8. Число бесконечности, достаток и удача. Напоминает, что Вселенная – это огромное пространство, и наше переживание внутри него – это чудо и неизбежность одновременно. Наши ресурсы должны быть приумножены, будь то деньги или период личного и духовного развития. 9, 9, 9. Число завершения. Многие люди путают этот знак, принимая за сигнал о том, что наши отношения с близнецовым пламенем подходят к завершению в этой жизни. Это ошибка. В действительности появление числа 9, 9, 9 обычно означает, что к концу подходит какой-то период. Это может быть стадия бегства, преследования, стадия разделения или даже окончание долговременных разногласий. Что-то подходит к концу, и мы должны задуматься об этом. 1, 1, 1, 1. 111. Самое важное число близнецового пламени. 1, 1, 1 представляет собой код пробуждения и вознесения и сигнализирует об отплытии корабля в новый период нашего духовного путешествия. Это число будет проявляться всякий раз, когда мы продвигаемся в отношениях с нашим близнецовым пламенем. Это служит подтверждением того, что мы находимся на пути к просветлению и вознесению. А какую из этих последовательность чисел близнецовых пламен замечаете вы? Сноска. Вам также может быть интересна статья «Числа ангела. Значение и символизм». Маленькое дополнение. Когда вы слышите выражение «В отношениях с нашим близнецовым пламенем», то надо не путать это с физическим человеком. Потому что это вторая половинка вас самого с тем, с кем вы были ранее разделены. То есть, чтобы прийти к целостности, нужно объединиться со своим близнецовым пламенем. Потому что у вас одно тело, допустим, если вы женщина, женское тело у вас женское, а эфирное тело у вас уже мужское. То есть, в каждом из нас существует и женская, и мужская природа. Об этом уже неоднократно говорилось, я просто вам напоминаю. И когда вы говорите о балансе, то вы говорите именно о воссоединении близнецовых пламен. То есть, мужского и женского начала внутри одного самого себя. Поэтому предлагаю в этом месяце не откладывать на потом, а разобраться с отношениями между мужчинами и с отношениями между женщинами. Вот так уже проявлено в мире. То есть, кому надо простить, кому надо отправить свою любовь, кого надо поощрить. Что это будет, я не знаю. Это ваше личное активное творчество. Как вы это сделаете? Это тоже ваше личное активное творчество. Практик много. Практики все подходят. Это и сфера любви. Это и объединение мужского и женского начала в сфере первотворца Вселенной. Это и стихия любви и человек. Есть даже такой ролик. Очень хороший широкий ролик развития, баланс, расширения и эмоции. Работа с внутренним ребенком. И сюда же можно отнести очень такой мощный ролик. Это практика очищения диска подсознания. Сейчас это очень было бы своевременно заняться этой именно практикой. И вот ролик, который я искала у себя сейчас, я вам сейчас его скажу. Это перетекание мужских и женских энергий. Вот они как раз перетекают у вас, в ваших тонких проводниках, в ваших тонких телах. И восстанавливают они как раз балансировку в вашем, не только в вашем ментальном теле, не только в вашем эмоциональном, но и эфирном. А эфирное напрямую связано с физическим. Хотя те люди, кто делали практики объединения четырех нижних тел, это было в прошлом месяце, кому надо вернитесь туда, в те ролики. Там есть темы, это гуттаперчевое тело и вот рядом все ролики. Тогда, когда вы объединяете четыре нижних тела, вам будет значительно легче в ноябре, если вы это сделаете. Есть еще очень хороший ролик, это огненное очищение земли. В общем, дорогие друзья, не смотрите на новую информацию. У вас может создаться такое впечатление, что вот 2015 год это уже прошло. Нет, заходите в прошлые ролики, смотрите их. Очень много там практик, очень много разъяснений. И те, особенно, кто зашел недавно на канал, вам будет очень интересно посмотреть и 2015 год, и 2012 даже год. Там очень много интересного для вас, для того, чтобы вы более плавно, более гармонично входили в ваши внутренние пространства. Наблюдайте. Теперь вы будете внимательнее и числа просто будут разговаривать с вами. Субтитры создавал DimaTorzok